Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Поддержка программы «Особое мнение» Кировский кирпичный завод. Фундаментальный взгляд на строительство. Главное в строительстве. Надежные поставщики. Каждая сэкономленная минута – это критерий качества нашей работы. Кировский кирпичный завод. Верный и ответственный партнер на пути к вашей цели. Киров, Луганская, 59. Телефон 761-500. «Особое мнение» на 101FM Здравствуйте. «Особое» в эфире на часах 13.06. Микрофон у Владимир Сметанин. Что касается гостя «Особого мнения», который будет делиться с нами своей точкой зрения, то если бы, к примеру, мы с ним общались 1 мая, то я бы без запинки сказал. Павел Дорофеев – депутат Кировской городской думы, предприниматель. Но сейчас я 4 мая не могу уже сказать, потому что 2 мая, как известно, Павел Олегович вышел из состава по собственному желанию из состава Кировской городской думы. Добрый день, Павел. Да, добрый день, уважаемые радиослушатели, уважаемые ведущие. Да, спасибо, что поприветствовали. То есть уже все-таки бывшие депутаты. Да, уже бывшие депутаты. Многие СМИ сообщили о том, что такие заголовки были. Странная картинка рисуется. Там Дорофеев вышел из Гордумы и идет на работу в ОЗС. Картинка рисуется такая, что надоело, возможно, в Гордуме, решил как-то повыше перебраться. Давайте вот по порядку сейчас объясним все, поясним. Вышли по собственному желанию из Городома? Да, написал заявление по собственному желанию. Мотивы? Мотивы. Депутат Андрей Гордеев, который депутат от нашей фракции в законодательном собрании. Справедливая Россия, напомню. Справедливая Россия, да. Он вышел из законодательного собрания, написал тоже заявление по собственному желанию. Не могу сейчас сказать, комментировать его мотивы. Ранее он был несколько созывов депутат Городской думы. Как я понимаю, что он планирует дальше участвовать на выборах в Городскую думу. Городскую. Да, поэтому мандат стал вакантный. В связи с этим я вышел из городской думы, был у нас проведен совет регионального отделения партии, на котором было принято решение передать мне мандат, который освободился. В ОЗС, да. Да, в ОЗС. Есть решение президиума Центрального совета партии «Справедливая Россия». Сегодня в 4 часа избирательная комиссия пригласила меня на комиссию, где будет вручено уже удостоверение депутата законодательного собрания. Поэтому, так можно сказать, что сегодня день рождения моего депутата в законодательном собрании. Понятно. Ну вот вчера мы, пояснил слушателям, сейчас с вами созванивались, когда я вас приглашал, вы сказали, что нет еще решения президиума. Поэтому еще рано меня называть депутатом ОЗС, но сегодня после 16.00 вы будете уже в составе областного законодательного собрания. Ну давайте к этому чуть позже вернемся. Наставив страницы в соцсети, вы 2-го числа опубликовали документ, в котором говорится, подписанный Владыкиным, что вы выходите из состава гордома и написали. Сегодня сложил полномочия депутата гордомы. Спасибо коллегам за работу. Многое удалось сделать, но еще больше впереди. Очень бы хотелось бы знать, потому что я прекрасно понимаю, что многие жители нашего города ничего или очень мало знают о работе депутата гордомы. Итак, многое удалось сделать. Давайте вспомним. Давайте немножко попали. Вы, напомню, находились в гордоме с октября 2014 года. Все верно. То есть 2,5 года считаете. Да, все верно. Давайте вспомним эти прекрасные моменты в вашей жизни. Да. Ну вообще, так как городская дума, это все же работа более привязана ко дворам, к жилым домам, где люди именно хотят видеть своего депутата, видеть какую-то реальную помощь. Ну, в отличие от законодательного собрания, если это орган создает законы, да, какие-то инициативы выдвигает, то здесь конкретно работа во дворах. С первых дней я начал проводить дворовые встречи. Их провел я около двух... В своем округе? Да, в своем округе. Где находится? Это округ улицы Упита, Кольцова, Костина, Бахта, Русская. Ну, и уходят в сельское поселение. Проведено более двухсот встреч. Два раза в неделю стабильно после работы в шесть вечера проводили эти встречи. Кстати, на встречи порой приходило постой и более человек, вот особенно в крупных домах. На встречи я приглашал управляющую компанию Октябрьского района, так как... Так, какие вопросы-то обсуждались, да, в связи с чем, собственно? Да, вопросы в основном-то, конечно, проблемы дворов, дворовых территорий, детские площадки, сруб деревьев. Было очень много инициатив, многие вещи мы разбирали на месте с управляющей компанией, почему не сделано, сколько есть денег на доме, какие планы, почему план на год, который утвержден, он там не выполнен, либо в предыдущие годы. И многие вопросы я брал на контроль. Кстати, за период работы удалось с Октябрьской управляющей компанией неплохой диалог выстроить и вообще работу выстроить. Вот конкретные проблемы, которые удалось решить все-таки за эти годы. Очень много срубили деревьев аварийных во дворах, которые там разбивали окнам жителям, которые там внестили опасность для детей. Были заменены электроприборы во многих домах, где, которые... Не торопитесь так, раз, ликвидировали аварийные деревья, заменили электроприборы. Да, многие электроприборы где-то решили вопрос с аварийными трубами в подвалах, которые там много лет уже несли проблемы. Крыши аварийные, лифты, ну, грубо говоря, все проблемы, которые ежедневно жители сталкиваются с ними. Искали способ их решения, искали финансирование на эти, на собраниях принимали решения. А благоустройство непосредственно площадок, там, скамейки, урны, детские площадки. Сейчас до этого дойду еще. Также депутатам выделяется средства, депутатский фонд, который... Так называемый депутатский магазин. Да, 700 тысяч рублей, которые в течение года тратятся. Ну, в основном депутаты эти средства распределяют на какие-то либо крупные проекты городские, либо там, помогают учреждениям, детским садам, школам. Я попробовал выстроить работу иначе, и, ну, конечно, там не оставили без внимания детские сады и школы, всем немножко оказали помощь. Мы распределили деньги среди дворов. Вот в том году у нас порядка 20 дворов приняли участие. Конечно, суммы были небольшие, потому что дворов очень много. Ну, это примерно было 30-50 тысяч рублей на двор. Ну, да, я так делю сейчас в уме, да, 30-50 тысяч. Да, плюс там свои личные средства какие-то были выделены. Ну, вот мы порядка 20 дворов в прошлом году установили детские объекты, элементы детских площадок. Где-то сделали ограждение детских площадок, установили тренажеры детские, дворовые, скамейки, лавки, урны. Под цветы установили где-то там вазы уличного специального назначения. Жители, на самом деле, многие не верили, что вообще такого может быть. Но вот проект очень удался сложно, потому что эти деньги выделялись сначала управлению жилищного строительства, потом проводились аукционы. На аукционы должны были заявиться там строительной организацией. Подрядчики. Подрядчики, да, это, в принципе, все немножко затянулось, потому что до этого опыта не было в этом практике. Ну, и суммы не очень большие. Ну, в итоге мы все это реализовали, жители все были довольны. И они активизировались, стали уже своими силами дальше развивать. Там установили куда-то качельку, там жители вышли. Вот особенно Кофсина-Бакта-Русская. Ну, с ними мы там много лет работаем. Сейчас там ужаснейшая дорога. Ужаснейшая дорога. Им там бывало, что мы покупаем какой-то детский объект во двор, они выходят, все жители домов, там 100 человек сами собирают, красят. Вот в Бахте там, например, выделяем средства на краску, они все жители сами красят фасады домов, там раскрасывают художественную роспись. Поэтому работа выстроена. В этом году мы проводили конкурс, у нас заявилось 60 дворов. Мы 20 дворов, опять же, распределили деньги. Так, это мы, это кто? Что за программа в рамках? Ну, имеется в виду, мы, есть у меня помощники, кто помогает мне в этом работать, ну, и вместе с председателями домов. В итоге все равно это вы конкретный депутат гордумы и ваша команда. И на этот год я опять все эти деньги распределил на дворы, это порядка 20 дворов. Это, опять же, детские элементы. Вот эти 700 тысяч. Да, да, вот на этот год на мартовской думе бюджет был утвержден, эта сумма. И вот уже летом, в июне, в июле начнут, опять же, дальше развивать это направление. Это уже новые дворы, новые площадки, которые в том году не участвовали. А, то есть тот депутат, который придет на ваше место в гордуму, он уже не будет заморачиваться, куда деньги тратить. Вы уже все распределили. Да, ему, в принципе, облегчили ему работу. Ему надо взять на контроль это исполнение. Сам я тоже округ покидать не собираюсь, буду продолжать работать, потому что очень дружеские отношения у нас сложились со всеми председателями домов. Даже на выборах в 2016 году, когда участвовал, округ мой полностью пересекался с округом законодательного собрания. И практически все председатели домов округа написали письмо поддержки в пользу меня, в поддержку меня, о том, что все искренне поддерживают и хотят дальше сотрудничать. Ну, кстати, в СМИ уже появилась информация о том, кто, возможно, будет предназначать на ваше место в гордуме, да? Можете сейчас рассказывать, пояснить? Там в том числе речь идет о человеке, по-моему, депутате Советской Думы. Да, полуэктов. На Совете было принято решение ему предложить наступить от мандата. Когда там в гордуме уже решится вопрос с этим местом вакантным? Это произойдет в этом месте. Также будет решение президиума партии. И на Думе, которое пройдет в мае, он уже примет участие в работе. Еще немножко по городской думе хотел добавить. Также вопросы, особенно в сельских поселениях. Сосновый поселок. Там очень много лет жители не могли добиться, что был фельдшерский пункт ФАП. Ну, как называемые ФАПы. У них очень много проблем. Знаю прекрасно этот населенный пункт. И дороги там не было. Прошлым летом все, что я там смог сделать, это хотя бы туда несколько машин щебня привезли, отремонтировали. Самые аварийные участки. Ой, так это вы были? Да. Я туда в прошлом летом просто на предсадебной участке заметил эту щебенку. Московская 171 мы благоустроили. Это вот где бывший магазин Дионис по московской, это дома моего округа. Там тоже мы щебенку отремонтировали, все дворы, которые была возможность сделать. Вот у них была проблема с ФАПом, долго не мог решиться. Вот это опять же одно из направлений, чем депутат городской думы может заниматься. Вышел я на здравоохранение. Этот вопрос немножко сдвинулся. Он на сегодняшний день в стадии проработки еще. Но вот надеюсь, что все же ФАП там появится. Ну, тоже вот одно из направлений работы. Ну и, конечно, очень много проводили там различных праздников, мероприятий с жителями. Там, если проводили праздники в Домах культуры, вот у нас там в Русском ежегодный турнир проходит по баскетболу, то, соответственно, мы этому Дому культуры там купили сетку баскетбольную, еще какие-то вещи. Ну, стараемся оказать помощь и с самим объектом, чтобы люди могли дальше там что-то делать уже. Что касается дорог, да, просто огромная была проблема. Дорога Киров-Русская, дорога улицы Кольцова. И когда баллотировался в АЗС участок по улице Мира от Ломоносова до Монтажников, я написал там очень много обращений, с инициативами выходил. В этом году, слава богу, эти участки включены в работу. Дождите, Мира Ломоносова, там же депутат Никулин где-то. Ну, да, но я когда баллотировался, просто округ пересекался, и жителям было обещано, что буду постоянно этот вопрос отстаивать. Вот очень рад, что в этом году все же эти участки включили. Даже когда было голосование, по-моему, общественная палата проводила, я тоже заходил с разных аккаунтов, подавал там заявки, чтобы было максимальное количество. Дороги в этом году, как обещает администрация, все будут выполнены, выделены. Средства есть федерального бюджета. Ну да, вот эти 55 участков, которые определены, вот те дороги, которые называли, они там включены. Ну вот также вопрос, там многие жители сегодня спрашивают, улица Комсомольская, проблемный участок. Это от ЖД вокзала и в сторону Лобоновского кладбища туда. Да, на сегодняшний день ситуация такая, что у администрации города появилась экономия средств за счет того, что были снижены цены подрядчиков. А там, кстати, извините, Павел, что перебиваю, там какая-то немножко разная противоречивая информация по сумме сэкономленной. 116, потом фигурировала 101 миллион. Какую же сумму-то считать правильной? К сожалению, точную сумму я не знаю. Вот единственное, какую могу информацию предоставить, что участок улицы Комсомольская включен в план ремонта за счет этой экономии. Документы сегодня отправлены в областной Минтранс, потому что программа федеральная, она требует ряд согласований, даже сэкономленные средства, их нельзя просто потратить по своему усмотрению. Но я думаю, что это будет сделано, и участок будет отремонтирован. Включен, 100% уже в этот год. Ведь там жители домов, которые находятся на этом участке улицы Комсомольска, они же там просто негодовали это, мягко говоря. Да, в администрации подтверждают, что, скорее всего, большая вероятность, что участок будет отремонтирован. Там работы начнутся с 10 мая вообще по ремонту дорог, потому что по срокам контрактов с 10 мая начинаются первые работы. Вот с 10 мая первые работы в городе начнутся. Да, эта информация была, что вот-вот уже скоро в мае, по крайней мере, какие-то подвижки произойдут. Ну вот что, уважаемые слушатели, вы поняли, на что способен депутат Кировской городской думы? Если вы не знаете, кто ваш депутат, зайдите на тот же сайт Кировской городской думы. Там есть раздел, как там найти депутата или узнать, кто ваш депутат. И вот, ищите его, хватайте его и говорите о своих проблемах. Вот Павел уверяет, что все возможно, если не сидеть сложа руки. Ну, я считаю, что на самом деле очень многое сделано. И там есть какое-то чувство удовлетворения от того, что не зря эти годы прошли, и большой опыт, и с жителями налажены отношения. Ну, конечно, еще многое нужно сделать. Очень много вопросов на встречах было. Так, давайте о том, что все-таки сделать нужно после небольшой паузы. Нам надо по регламенту прерваться. Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Особое мнение на 101FM. Напоминаю, что это особое мнение Павла Дорофеева, уже бывшего депутата Кировской городской думы. И сегодня вечером Павел станет депутатом полноценного областного законодательного собрания. В 16 часов, напомню, встреча в областной избирательной комиссии, где будет выдано Павлу удостоверение депутата областного парламента. Хорошо, к последней части вашей фразы, опубликованной в соцсети, но еще больше впереди предстоит сделать. Давайте о планах-то сейчас. И о планах, в том числе, и в ОЗС, с какими туда настроениями идете, с какими мыслями. Ну, вот что касается работы городской думы и дворовых встреч, которые проводил я регулярно, очень много было обращений, связанных с здравоохранением. Жители обращались. Очень много вопросов, связанных с законодательством Кировской области. Это соцподдержки различные, это, конечно, очень больные вопросы тарифов по ЖКХ, это и капитальный ремонт, это все же уровень ОЗС, законодательного собрания. И полномочий у меня, как у депутата городской думы, было меньше. Поэтому именно на посту депутата законодательного собрания у меня в планах, как минимум, это принять какие-то решения, отстаивать вопросы, законодательные инициативы, которые, в первую очередь, разделяют мнение жителей, жителям округа, которые обратную связь я получаю. Ну, и, естественно, выносить саму инициативу, именно связанную на поддержку жителей своего округа. А что конкретно? Может быть, есть уже какой-то созревший законопроект? Да, конечно, это вопросы по капремонту. Вот, например, недавно поднимали вопрос. Ну, в первую очередь, этот тариф, я считаю, что он уже немножко завышенный. 7,90, да, сейчас? Да, и даже те вот льготы, которые были введены жителям старше определенного возраста, опять же, очень много было нюансов и ограничений, что там не больше стратегии-то площадь должна быть, квадратных метров. Ну, ряд ограничений, там сколько человек прописано. Я считаю, что нужно эти ограничения все же немножко облегчать, их нужно убирать, это раз. Снижать тариф, это два, и третье. Многие жители домов при переходе, например, от капитального фонда на свой спецсчет, там возникает вопрос, что эти деньги через год переходят. Вот недавно уже кто-то из депутатов выдвигал инициативу, чтобы эти деньги через месяц или два уже возвращались. Я, в принципе, не вижу никаких проблем, потому что знаю, что средства в фонде капитального ремонта сегодня тратятся, по-моему, намного тише, чем они поступают туда. Намного тише, в смысле, никто об этом не знает? Или медленнее? Вся процедура как-то не очень торопливая. Это имеете в виду? Информация, в принципе, открыта, что средства довольно медленно тратятся. По какой причине я сказать не могу. Я одно могу сказать, что вроде бы каких-то явных причин, чтобы не перечислить сразу же деньги. Дома, который открыл свой спецсчет, их вроде бы как нет. Поэтому зачем затягивать на год? А это какой-то психологический барьер для многих жителей, что через год, когда эти деньги придут, почему так долго? А ведь часто бывают какие-то острые проблемы, и люди из-за этого переходят на личный спецсчет, так как у них больше возможностей быстрее начать какие-то экстренные ремонты. Поэтому данную инициативу тоже планирую как минимум поддерживать, если кто-то из депутатов будет выносить, либо сам разрабатывать уже эту инициативу. А вообще, насколько активно вы следили за происходящим в ЗС, когда работали депутатом Гордумы, или это раньше намного еще произошло, когда начали следить? Следили, что там обсуждается, какие законопроекты, оппозиционные партии поднимают? Да, ну, конечно... Вот сейчас, например, ЛДПР активно продвигает эту идею в каком-то формате помогать детям войны, так называемой категории. Да, это и выплаты к 9 мая, и выделение дров бесплатных, речь идет. В принципе, разделяется это? Хотя вы не во фракции, конечно, ЛДПР. Я разделяю, поддерживать нужно. Вообще, в целом, я ежедневно читаю новости, местные новости, федеральные новости. Поэтому, как правило, все инициативы, которые, там, значимые инициативы, они в новостях отражаются. Поэтому, там, что происходит в Законодательном собрании, конечно, я знаю. Там, общаемся с нашими коллегами на советах партии, когда у нас проходят, в совет у нас ходят и депутаты Законодательного собрания, и Городской думы, то тоже какие-то значимые проблемы, которые мы обсуждаем на своих площадках парламентских, мы всегда обсуждаем. Обсуждаем совместные инициативы какие-то. Поэтому, в любом случае, приходится и приходится, и, в принципе, сам этого хочу, участвую в работе в Законодательном собрании. Какие у вас отношения с руководителем фракции? Справедливо-Росов ОЗС, Василием Куприевичем Суровым? Да, кстати, когда они ежемесячно проводят фракцию, я очень часто участвую на этой фракции, хоть и не являясь депутатом Законодательного собрания. В принципе, я полностью разделяю его позицию. И вообще у нас фракция, которая сейчас существует, я считаю, что активно работает, и сложилось полное понимание, потому что те вопросы, которые обсуждаются, в принципе, всегда все к единому решению приходят. Я думаю, что проблем не будет, будем работать в команде. Такая тесная компашка СРФ-то в ЗС. Все-таки пять человек. Пять депутатов в фракции. Депутатов немного. Самая многочисленная фракция из оппозиционеров этого ЛДПР. Семь или восемь депутатов. Ну да, ЛДПР в этом году. Сотрудничество, кстати, с оппозиционными партиями и иными. Тут какие принципы у вас есть? Принципов нет. Насколько я знаю, Василий Куприянович, в принципе, ко всем мнениям прислушиваются. У меня хорошие отношения со всеми партиями. Хорошие отношения. Мы обсуждаем какие-то вопросы, бывают. Я считаю, что нет смысла с кем-то конфликтовать. Конечно, у кого-то есть своя позиция, она должна быть. Ну, как минимум, выслушивать мнение других, я считаю, это вполне нормально. Хорошо, оставим тему ОЗС. Может быть, невольно к ней вернемся чуть позже. Но все-таки хотелось бы с вами, Павел, обсудить наиболее значимые городские дела последних дней и недели. Вот одно из самых обсуждаемых событий в последнее время. Это ЧП, произошедшее позавчера, 2 мая. Я имею в виду частичное обрушение строящегося спорткомплекса по адресу Воровского 100А. У нас сегодня в первом части дневного разворота был активный эфир на эту тему. Приходили жители непосредственно близлежащего дома Воровского 102, которые изначально выступали против строительства этого объекта, указывая на то, что вы тут нам все загородите, все перегородите. Вы строите не по правилам. Там есть профессиональные строители среди этих представителей инициативной группы. И вот это случилось. Я вчера побывал там вечером, честно говоря, посмотрел. Я не специалист далеко в строительстве. Я там только хозпостройки строил, там что-то баню помогал строить. Но я и то понимаю, что я только у виска могу покрутить, глядя на все на это. Вот как вы оцениваете всю эту историю? Хотя вроде как с законодательной позиции, с законодательных норм там все соблюдено. Следили ли вы за возмущением народным по этому поводу? За возмущением следил, да, и много жалоб до этого поступало о том, что неправильно ведется строительство. Тут, конечно, это все довольно объективно. Я считаю, что надо индивидуально каждую претензию, каждую жалобу разбирать. Не знаю, разбирала ли администрация, я вот из средств массовой информации, из интернета, ресурсов. Активисты там прошли очень много инстанций, в надзорные органы обращались, и к главе города тогда еще Владимиру Быкову обращались. Но вот он возник этот объект. Да, эту проблему разделил бы на несколько этапов. Первая проблема, что, насколько я знаю, не проводились общественные слушания с жителями ближайших домов и построительства данного объекта. Сегодня жители говорили о том, что их предупредили за 20 минут о проведении этих слушаний. Естественно, они за такое время собраться не успевали. Да, это, конечно, проблема, считаю, очень большая, потому что, в первую очередь, надо с жителями согласовывать. И, ну, там много вопросов было и по другим объектам. Там Парк Победы жители также выступали. Я считаю, что с жителями точно надо считаться, потому что, ну, как если у твоего дома что-то строят, надо мнение слушать. Это первый момент. Второй момент, что касается некачественной постройки, тут, конечно, вопрос, в первую очередь, контролирующим органам. Это нужно лучше контролировать. Ну, еще также вернуть, что там некоторые вопросы задают, что, наверное, этот объект был из бюджетных денег, что некачественно строили. Нет, этот объект строился коммерческой организацией. Ну, это инвестор, частный. Да, и, в принципе, там, то, что дом развалился, это их потери, по большому счету лично, это тоже, там, если разделить, опять же. А вопрос с контролирующим органам, он очень серьезный, потому что планировалось, что в данном спорт-объекте будут дети участвовать. И, слава богу, что не дошел до того, чтобы построили, он развалился, когда, там, проходили бы какие-то спортивные мероприятия. А вот тут, мне кажется, это просто очень хороший сигнал и очень сигнал срочный для контролирующих органов, что нужно более тщательно за этим следить, вообще за такими объектами. Ну, и при приемке также этого объекта, потому что... Но дело до приемки-то пока не доходит. Ну, вот я подтверждаю, я вчера видел это, что строители начали тут же эти блоки обратно заделывать, стенку из них выкладывать. Да, это вот и показывает, там, наше отношение, наш подход именно к контролю, который у нас почему-то всегда был таким образом, пока гром не грянет, как говорят, мужик не перекрестится. Ну, вот я говорю, слава богу, не дошел до трагедии, там, более серьезной. Ну, я не удивлюсь, таких объектов уже на сегодняшний день не построено, в такого же количества единостроятся. Может быть, там, как минимум еще несколько и в Кировской области, и в других регионах. Поэтому тут очень, мне кажется, своевременно нужно контролирующим органам разрабатывать какие-то меры более четкого контроля. Тем более, говорю, те объекты, где планируется большая скопленность людей. Руководство города непосредственно, которое выдавало разрешение, которое отводило этот участок земельный, под которым, кстати, теплотрасса пролегает. Оно-то сейчас вот какую-то ответственность должно нести? Вот оно-то должно было, это самое руководство, контролировать, как строят, соблюдаются ли технологии? Ну, я считаю, естественно, администрация города, как минимум, опять же, должна контролировать работу строительства. Да, там есть отдел капитального строительства в администрации города, сотрудничать с контролирующими органами, чтобы такие объекты, естественно, строились под контролем. Я позицию администрации города на сегодняшний день по данному вопросу не могу озвучить, потому что в средствах массовой информации я вот лично не видел их позицию. Ну, я еще раз хочу сказать, что на самом деле очень серьезная проблема, и так люди все возмущены, потому что, говорю, в этом объекте могли потом тренироваться дети. Ну, известно, что прокуратура будет проводить проверку по данному факту, дождемся результатов этой проверки, возможно, уже будет делать какие-то взвешенные суждения, объективные суждения. Напоминаю, что это особое мнение Павла Дорофеева, давайте я уже вас представлю как депутат УЗС с сегодняшнего дня. Мы сейчас приведемся на рекламу, скоро продолжим. Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Особое мнение на 101FM Продолжаем наш разговор с Павлом Дорофеевым. Напомню, что Павел сегодня вечером получит удостоверение депутатам Лоботного Заксобрания, фракции «Справедливая Россия». Давайте дальше, Павел, пройдемся по основным городским темам. Ну, конечно же, ждем мы с нетерпением, когда начнется все-таки ремонт дорог, масштабный. В этом году сумма беспрецедентная, 55 участков улиц, как ранее было анонсировано, будет ремонтирована. С 10 мая вы тоже подтвердили, да, начнется такой же ремонт дорог. И Комсомольская тоже вроде как попала в список отремонтированных, предполагаемых к ремонту магистралей. Ну, у вас есть надежда, уверенность такая внутри, что кардинально в этом году изменится ситуация с дорогами в областном центре. Есть такая уверенность? Я думаю, что да, дороги будут отремонтированы. Очень надеюсь, что они будут сделаны более качественно, чем ранее деланы. Потому что, насколько знаю, что и договора в этом году с подрядчиками уже более тщательно прописаны гарантии, которые несут подрядчики. Поэтому надеюсь, по крайней мере, что дороги будут сделаны. Там, если взять опыт прошлого года, тоже были выделены средства и федерального бюджета. Ну, те участки, которые были запланированы, они были сделаны. 600 миллионов в прошлом году было, да, чуть больше? Да, часть. Вот, опять же, к сожалению, из моего избирательного округа основные дороги проблемные не вошли в эти участки. Ну, в этом году они уже есть. Ну, та же Кольцова в прошлом году, да, говорилось о том, что в этом году она будет ремонтироваться. Плюс в том году, я там много очень писем писал, главе города, главе администрации, основная позиция при выборе дорог в прошлом году была, где максимальное количество ходит пассажирского транспорта для того, чтобы, ну, тут двойная уже экономия, это и ремонт дорог, и сохранение автобусов пассажирской городской администрации. Ну, вот улица Кольцова, у нее конечная развязка там многих автобусов. Да, перекресток к Кольцову и Упита. Да, там много автобусов, да, конечную свою точку имеют. Ну, и к тому же не надо забывать о том, что у нас еще одна программа будет реализовываться в этом году. Первый из пяти лет, это нацпроект формирования комфортной городской среды. По последней информации в город администрацию поступило 140 заявок. 25 мая станут конкретно известные дворы, где будет проведен ремонт. Там неразберихка какая-то, на самом деле, то ли это проект Единой России, то ли это федеральный проект. Вот одни говорят то, другие говорят все. Но в итоге-то представители общероссийского народного фронта, которые ездили по дворам и консультировали жителей, призывали их участвовать, они говорят о том, что люди, жители города были очень плохо проинформированы. И вот буквально практически ничего не знали. Ничего не знали. Депутаты тут не могли, что ли, подключиться? Депутатам ничего не говорили? Ну, депутаты своевременно, в принципе, получают всегда информацию о тех программах, которые участвуют. Вы это знали, Леонид Ильич? Да, я знал о том программе, да, жители округа, которые проводим встречи, информацию доносили. Что касается, чей этот проект, ну, деньги федеральные, возможно, партия Единой России выходила с инициативой. На самом деле, историю этого проекта я не могу сейчас сказать. О том, чтобы выделить эти средства, и, может быть, они разрабатывали эту программу. Ну, в любом случае, деньги федеральные, вроде бы деньги не партийные. Поэтому, конечно, сложно назвать, наверное, этот проект партийный. А то, что чья-то инициатива, ну, наверное, это можно утверждать. Но, опять же, я не знаю, кто вынес данную инициативу. То, что проект востребован, это 100%, потому что если там дороги еще в этом году и в том году как-то ремонтируются, то ремонт дорог, вот, например, эти же тротуары по улице Кольцова, ну, я сейчас говорю, это уже даже не дворовая территория, а там взять тротуары. Вдоль проезжей части? Да, они 20-30 лет не ремонтировались, и там люди не то, что там на Кабулках не могут пройти, там просто нельзя пройти. На Кабулках-то вы сейчас главу администрации Перескокова вспомнили, который обещал к 8 марта дефиле на Кабулках девушкам? Да, Александр Витторович часто, видимо, требует от дорожников качество дорог таких, где можно пройти на Кабулках. Ну, а я говорю, что вот у меня в округе есть очень многие дороги, тротуары, где там не то, что на Кабулках, там вообще просто нельзя пройти, их просто нету тротуаров. Вот это и аварийность, там пожилые люди падают, дети ходят. Ну, проблем очень много, если там дальше об этом говорить. Вот, кстати, тоже к ремонту дорог, в прошлом году я выходил с инициативой к губернатору, и позапрошлом году... В прошлом году у нас было в первой половине года один губернатор был, во второй половине другой. И когда пришел Васильев, также я посылал инициативу, письмо, у нас из городского бюджета закупаются камеры для видеофиксации штрафов, которые в городе ГИБДД регистрируют. Подождите, из городского бюджета на эти деньги? ГИБДД, да, там потрачено... И в городской же бюджет потом эти штрафы поступают? Нет, они как раз... Они в область идут ведь? Да, потому что муниципалитет городской, вот эти камеры закупаются, и мы эти камеры передаем дальше уже в областной правительству, в областной ГИБДД. Город от этих штрафов ничего не получают. Поэтому если бы даже хотя бы 30% от этих штрафов поступало в городской бюджет, это в принципе-то логично, потому что, если я не ошибаюсь, там порядка 200 миллионов было потрачено, то на эти деньги уже можно было бы как минимум какие-то дороги отремонтировать, давно эти же тротуары. Ну, к сожалению... А причем ведь, насколько я понимаю, эти деньги-то не промаркированы именно на дороги их тратить, да? Не промаркированы. В областной бюджет. Они на любые могут идти, социально значимые в первую очередь. По крайней мере, как минимум, даже если бы 30-50% поступало в городской бюджет, этих денег хватало бы на ремонт дорог, на эти же очистку тротуаров, уборку снега, которых в бюджете денег, как правило, всегда не хватает. И раз уж вы упомянули, да, главу Кировской администрации Александра Перескокова, она же тут и зимой, и весной, когда наступила, это же многосерийный фильм с этими утренними планерками, с разносами в пух и прах подрядчиков, да и вообще, вот, прошлая зима и начало весны показало, что у нас в городе огромные проблемы с уборкой, с вывозом снега, с уборкой улиц, с очисткой. Вот, у вас есть некий рецепт, что ли, совет, рекомендация? Что же нужно такое изменить-то, чтобы мы больше с этим не сталкивались? Ну, я считаю, что... Уже глупо, наверное, такой вопрос задавать, но все-таки я вот из идеалистических соображений. Может ли измениться все в очень короткие сроки? Ну, я считаю, конечно, можно, тут много зависит уже, вот, как раз от руководителя, но, там, с приходом Перескокова Александра Викторовича, в принципе, у нас, у депутатов, мы все очень положительно отнеслись к его приходу, потому что человек-казейственник, довольно, там, строгим характером, что, в принципе, ты очень нужна для данной работы. Вот, я даже скажу, что многие проблемы стали решаться лучше, чем решались раньше. А поподробнее? А поподробнее? Да. Ну, эти же проведения планерок, там, это же, как вот, даже, там, взять работу саха, насколько я знаю, что, ну, даже сам, там, живу в городе с рождения, там, раньше вообще не замечал, чтобы летом чистили улицы и мыли. Ну, там, если взять это лето, то у нас даже в дождь, когда шел ливень, машины ездили и мыли город. Ну, вот, конечно... Ну, это какая-то московская история, обычно в столице, в нашей стране такое происходит, ливень, ливень и шампунем, дороги моют. Ну, да, конечно, это не показатель, но к тому, что все равно многие проблемы, они стали все же решаться, там, как эта работа началась, хотя очень много еще надо чего дорабатывать, потому что эти же дороги моют, техника, которая совсем не подходит для дорог, ездят большие машины, маленьких машин нет, которые, там, заезжают на татуары, всю эту грязь вбивают в углы бордюров, которую, в принципе, там, в этой же Москве, в столице, там, потом ее сразу же вычищают, ну, в Москве асфальт, там, где-то смыло моют, конечно, там, до этого еще далеко, вот, этого, конечно же, не делается, там, вся грязь смывается на тротуары, в итоге все тротуары грязные, вот, поэтому есть куда стремиться, ну, я говорю, как минимум, хотя бы при нем работа началась, там, начались какие-то движения, вот, насколько я знаю, что и автопарк стал пополняться. Какой автопарк? Там, ну, в сахе, которая, вот, именно техника дороги будет убирать, ну, потому что, там, вот, зимой, например, по-моему, не было вообще техники, которая могла бы, там, огребать узкие проезжие части от снега, но вот в этом году... Где же тротуарочки? Да, в этом году техника стала больше, там, явно, возможно, это были подрядчики, это привлекательные, может быть, в аренду бралась техника, ну, работа какая-то велась, конечно, не в том объеме, как, наверное, хотелось бы, потому что проблемы были этой зимой постоянно с снегом, вот, как... То есть, простите, вы, я делаю вывод за то, чтобы Александр Перескоков продолжал трудиться? Ну, продолжал трудиться в должности главы городской администрации, да? Ну, ведь... Тут просто слухи все ходят последние месяцы, что у нас внезапно сменится власть в городе. Ну, слухи... Понимаете, о чем я говорю? Да, ну, слухи, знаете, они, там, ходили полгода назад, что уже завтра он сменится, потом не сменится, я все же оцениваю ситуацию, которая сегодня есть, да, фактически, вот, он, в принципе, неплохой хозяйственник, довольно, там, говорю, с характером, поэтому надеюсь, что от его работы будут результаты, ну, конечно, говорю, там, хотелось бы больше конечного результата, ну, вот, ну, как эта работа ведется, там, раньше этой работы, вот, я лично там не видел, вот, я так могу оценивать. Ну, раз уж мы все вокруг, да, около администрации городской ходим, то давайте выскажите свое мнение все-таки по поводу кадровых перестановок, назначений, да, начальник благоустройства и транспорта Вячеслав Симаков вот-вот начнет исполнять, нет, вернее, уже войдет в должность начальника теруправления по Первомайскому району нашего города, ну, а ранее возглавлявший это теруправление Михаил Александрович Долгополов уйдет на руководство Октябрьским районом. Вот ваш коллега по фракции, бывший уже коллега, получается, да, в Гурдоме, Справедливая Россия, Алексей Кузьмин говорил в программе особое мнение, что, ну, вот, как-то, наверное, нужно было доделать, там, Вячеславу Николаевичу в плане благоустройства, а потом уж с чистой совестью уходить на повышение. Ну, на самом деле, там, с чем связана эта перестановка, я не знаю, там, не могу сказать. Что касается Долгополова Михаила Александровича, то человек опытный в плане, вот именно руководства теруправления... Ну, один из долгожителей таких вот в этой должности. Да, поэтому, там, его перемещение в Октябрьское теруправление, где недавно ушел с поста Гурьянов Андрей Васильевич, ну, возможно, это средствообразно, и с позиции город-администрации хотелось им, наверное, закрыть, там, сильным человеком данное теруправление. Вот здесь, в принципе, все понятно по поводу Семакова Вячеслава Николаевича, почему его ставят, там, тут несложно комментировать, да, там, в плане ремонта дорог, опять же, там, Вячеслав Николаевич, ну, активно работает. Я говорю, есть, конечно, проблемы какие-то, вот, и, как мы сейчас говорили, про Перескокова, что не все делается так, как хотелось бы, но работа ведется, там, не знаю, там, в администрации, Вячеслав Николаевич, там, постоянно, вот, когда приходится сталкиваться в таком режиме, активно работает, там, иногда, кажется, что он круглосуточно работает, потому что знаю, что, там, на каких-то строительных работах, там, участках, он сам постоянно выезжает, там, и вплоть до ночного времени, вот, поэтому активно работает, но сможет ли он работать начальником теруправления, потому что немножко все равно профиль другой. Ну, не то, что профиль другой, обширный намного, да? Более обширный, да, ну, я считаю, что время покажет, там, одного могу пожелать ему удачи, чтобы у него все получилось, ну, вот, то, что он не доделал какие-то проекты в городе, администрации, ну, тут тоже сложно судить, ну, как бы, человек ведет текущую работу, там, грубо говоря, появилось ему предложение, он этот проект передает другому человеку, уходит на другое место работы, ну, тут сложно как-то сказать, там, что он что-то не доделал, вот, я не могу там... Ну, Первомайский район нашего города, тот район, в котором, ну, и... Ну, историческая часть... Река Вятка, историческая часть города, да, проблемы затопления, в проводе весеннем, вот это сейчас как раз все начинается. Да, возможно... Сложная работенка, я бы сказал, да. Да, там, конечно, я говорю, возможно, там, позиция администрации города сегодня все равно какую-то свою команду держать, там, в работе, и, там, Вячеслав Николаевич, возможно, именно там, в команде администрации города, которые ему доверяют, и, ну, я так понимаю, что Долгополов наверняка будет оказывать куда-то помощь, там, консультации во время работы. У нас буквально несколько секунд остается, Павел, я как-то вот заряжен этими рассказами вашими про то, как вы встречались, и сколько помогли, и что не покинетесь этот округ, и будете продолжать встречаться с людьми. Давайте сразу скажем нашим слушателям тогда уже, где найти депутата Дерафеева. Можно? Да, ну, в общественной приемной имеется, периодически принимая граждан, находится она Октябрьский проспект 125, третий этаж, ну, и также номер... В соцсетях вас можно найти? Да, в соцсетях, конечно. Ну, этого достаточно, я думаю. У меня есть специальная группа ВКонтакте отдельно, которая вот именно для общественной деятельности, очень много туда обращений и писем получают, мы на все отвечаем, с людьми встречаемся, ну, в принципе, проблем нет, меня найти, там, люди звонят, всегда меня находят. Хорошо, Павел Дерафеев, на этом завершается ваше, Павел, особое мнение. Меня зовут Владимир Смитанина. До свидания, всего доброго. Всего доброго, до свидания, спасибо. Особое мнение на 101FM Субтитры создавал DimaTorzok